Спасибо за представление. Спасибо, уважаемые коллеги, кто нашел в этот теплый пятничный вечер возможность прийти сюда. Значит, все-таки есть интерес к этой теме. Из того набора векций, которые традиционно предлагаются в обществе знаний, мы тут как бы уже работаем полтора года, почему-то эта тема оказалась сильно востребованной и интересной. Первый раз, уж между делом извините, эта презентация у меня четвертая модификация семилетней давности. Первый раз эту лекцию я прочел 7 лет назад на крупном столе учителей физики, который Институт преподавательной физики реализует, так сказать, реализовывал в свое время. Ну, сейчас как-то эту программу мы свернули. Но вот сейчас мы возродили работу в обществе знаний. Вы все прекрасно знаете, что уже полтора года идут лекции, лекции и ученых с мировым именем, и нижегородских ученых. Ну, я очень рад, что сегодня мне предоставили слово в этой аудитории. Для начала, да, само название, почему он такой, как, что-то он не очень ездит, ну, тогда надо попробовать, а, о, как оно. А мы сидим в первую сторону, я прошу прощения. Я напомню, ну, как, будем ее аккуратно делить. Так вот, наверное, все вы не по одному разу уже сегодня поговорили по мобильнику, ну, а вот сейчас пришла пора поговорить о мобильнике. Ну, и как во всех лекториях, в театрах, в церквах предлагается выключить ваш мобильник. Ну, я думаю, что вы это уже все выключили. Я, правда, еще нет. Но выключу его не просто так, а роботованный эксперимент, который по ходу дела мы с вами сделаем. Ну, вот у меня есть этот мобильничек, я его беру и как бы выключаю. Да, вот, вот, так сказать, ушел спать. Ну, этот эксперимент мы с вами проведем ближе к концу моей лекции, вот, и посмотрим, что же это такое. Ну, и вообще говоря, мобильник вещь не новая. И если вы заглянете, хотя бы, скажем, в Википедию, вы увидите, что мобильные средства коммуникации – это довольно давняя вещь. Ну, как бы, рации, они вообще очень давние. И на сегодняшний день существует как минимум три вида мобильной связи. Это связь, вот, та самая сотовая связь, это один из вариантов мобильной связи. Есть связь космическая, которую далеко не все используют. Ну, вот, как у нас ребята ездили в Якутию в экспедицию, там, к сожалению, сот нет, там единственная есть возможность из космоса. Ну, и существует у всяких дальнобойщиков, вы знаете, переговорные системы, все они, так сказать, по дороге идут и общаются. Это тоже своего рода мобильный связь, так что вот наиболее распространены на сегодняшний день такого рода вещи. И тот мобильный телефон, о котором мы сегодня поговорим, главным образом, то, что касается именно сотовой связи. То, к чему мы привыкли, то, чего миллионными и даже миллиардными тиражами распространяется всюду. То, о чем 20 лет назад, как мы знали, добрые специалисты, 15 лет назад это был ресурс для избранных. Я, как сейчас помню, к нам в конференции зал приходила известная журналистка Нижегородская Нина Зверева с одним из первых в городе мобильных телефонов в привычном стандарте. Это была здоровенная трубка и на плече, такая достаточно миниатюрная, да, висела большая тяжелая сумка с аккумулятором. Ну, она с гордостью ходила с этим аппаратом и беседовала там со своими абонентами. Кстати, ваш парковник Зверева тоже пользовался всему этой мобильным телефоном, но он был довольно специфичен. Еще в 50-х годах система мобильной связи, именуемая «Алтай», у всех начальников стояла автомобильная, они все были доступны. Ну, а мне по служебной надобности в свое время отдали автомобиль, которым пользовался наш директор, и из него не стали снимать какую-то систему «Алтай», я пару лет катался на «Волде» с системой связи, вот такая тоже речь была. Вот. Сейчас у каждого из нас ни по одному мобильному телефону, вот у меня, конечно, где он с собой оказалось три, причем если еще вели аккуратным образом статистику для последнего времени, сколько продано, сколько есть на руках, то сейчас большая сложность, мобильный телефон уже начал просачиваться всюду, и я, например, в затруднении сказать, сколько у меня мобильных телефонов, поскольку есть, как бы, так сказать, и айфон есть, и обычный телефон, есть и пара моделей, причем которые я подключаю, так сказать, я подключаюсь к компьютеру и тоже общаюсь обычным способом, поэтому тут уже число становится не вполне определенным и не вполне считаемым, и я думаю, что в ближайшее время уже будет вопрос такой, а как мы обходились без него. И мобильный телефон на сегодня, это вот тут в квадрате справа, это могучий стимул для развития вот этих всех отраслей, которые тут указывают, немножечко позже я расскажу чуть подробнее об этом, но здесь страничка из Википедии, поэтому я не буду вам ее зачитывать, вы всегда ее сумерете прочитать, здесь, кстати сказать, есть и вот про тот самый Алтай, о котором я вам говорил, и о том, что было, но видно, что, в общем-то, наш российский подход к созданию мобильных систем, он шел вровень с мировым, и мы нисколько не отставали от зарубежных вещей, но это, к сожалению, в 90-х годах, когда мобильная связь стала уже действительно массовой, мы пересели полностью на импортные системы, и по сути дела отечественных, устройств на сегодня нет. так, что-то ему не нравится, мы перегружать не будем через 10 минут. И на сегодняшний день это колоссальная рыночная реальность, это огромные ресурсы, огромные деньги, здесь приводятся некоторые данные, но я чуть-чуть поподробнее в следующие слои расскажу. Какие еще неожиданные, может быть, аспекты, связанные с мобильным телефоном, стоит обсудить? Дело в том, что даже вот у меня брат и юрист по образованию, мы с ним на эту тему тоже немножко побеседовали, говорит, вообще сфера права сейчас чрезвычайно заинтересовалась этим мобильным телефоном, и оказалось, что практически нигде эта сфера не проработана, а в правовых аспектах возникает много. И в любую сторону, куда ни кинь, и для философов это реальность новая, и для социологов, и, кстати сказать, для педагогов. Причем у педагогов как в позитивном плане, так и в негативном плане. Вы все знаете прекрасно, что воюют наши учителя с мобильными телефонами на экзаменах, воюют, так сказать, с тем, что эти телефоны звонят во время урока. На самом деле это может быть и позитивным аспектом. Сегодня, учитывая, что эти мобильные телефоны в их компьютерном таком виде, в виде устройств с серьезной памяти с серьезными ресурсами, стало серьезным образовательным инструментом. И есть уже и на рынке, и в свободном доступе достаточное количество прекрасных инструментов образовательного плана, которые позволяют, так сказать, вести образовательный процесс и инстанционно при помощи этого средства, и вести очень продуктивный образовательный процесс. Есть и вопросы, связанные с культурой и эстетикой. Хорошо, допустим, японцам. Японская культура, она достаточно давняя, старая, и они, например, в транспорте никогда не разговаривают по мобильнику. У нас сплошь и рядом, особенно люди более старшего поколения, раздражаются, глядя на молодежь, которая громко разговаривает в переполненном транспорте. Ну, не устояла успокаивающая, так сказать, подход к этим вещам. Ну и часто складываются проколы такого вот характера, люди встают в некое неудобное положение. И вот тот вопрос, который здесь, ты где? Начинать разговаривать с этим вопросом не рекомендую. При мне тут один человек очень был смещен, понимая, что соврать вроде как нехорошо, все знают, где он. А, правду сказать, тоже очень удобно. Ну, более симпатичный пример был буквально вот здесь, на набережной. Как-то раз прогулялись по Кремлевской набережной, мы увидели компанию молодежи, которая сидела там на скамеечке, молодого человека, барышня на колене, бутылка пива в одной руке. Вот это и есть все. Он говорит, да, ну ладно, я уже практически иду. Ну, я не поверю, что он скоро придет домой. Но вот, понимаете, это создает серьезную стрессогенную ситуацию, если говорить по-честному. В годы моей молодости я уходил, и мама знала, что я к вечеру приду. Но если не приду, тогда где-нибудь к ночи она начнет беспокоиться. Сейчас, так сказать, все находятся под контролем, и бедные и несчастные родители начинают очень сильно нервничать и волноваться, когда вдруг у чада кончаются деньги, кончается батарейка, или просто телефон получается. Куда он делся, где ты был, и здесь, так сказать, ну, в общем, конфликты в семье и все что угодно. Поэтому здесь очень много аспектов в каждом из указанных, так сказать, мест, которые я здесь написал. Причем вот последний аспект, биомедицинский ход, по-моему, и интересует большинство людей, вреден он, опасен или нет. Мы об этом поговорим чуть позже. Но то, что этот аспект существует, я обнаружил буквально недавно. Причем безотносительно вреда ему вызов освещений. Видимо, правые эмуляционисты когда говорили, что у жирафа длинная шея выросла из-за того, что он приходил стянуться по деревьям. Выявлено уже совершенно достоверно, что у человека, у которого большой пальц, правая рука, вообще говоря, мало работоспособна, он отличается от всех четырех, он, так сказать, меньше и пассивнее в обычной жизни. Так вот, за последнее поколение, последнее поколение молодежи, которые привыкли набирать аспекти, у них этот палец удлинился, стал активнее и изменилась уже даже вот, ну, как бы, морфология, если так назвать, в этих темах. Так что, видите, большой палец правой руки, он уже отличается радикально от большого пальца левой руки, и он работает. Так что, даже вот такой пример. Ну, а на самом деле, как я уже сказал, больше всего людей тревожит, что все-таки мобильный телефон в этом смысле оказывает какое-то влияние. Мы, опять же, говорили про это дело, но сначала все-таки толкуем об экономике. Экономика – это, ну, пожалуй, наиболее существенный аспект, причем, если в мире этот экономический аспект, он просто миллиарды и миллиарды. И это, кстати, очень значимо и с точки зрения нашего с вами, так сказать, состояния и понимания. Дело в том, что такие колоссальные ресурсы зарыты в системе мобильной телекоммуникации, что никто не заинтересован давать вам подробную информацию о том, что, вообще говоря, надо бы ограничить себя немножечко в разговоре по телефону, надо бы аккуратнее общаться с этим источником электромагнитного излучения. Вы понимаете, рынку важно, чтобы вы покупали все новые системы, рынку важно, чтобы вы беседовали по телефону чем больше, тем лучше, чтобы вы платили хорошие деньги. На сегодняшний день мобильные гиганты, в частности China Mobile, вышло в ряд самых крупных мировых корпораций. Наши мобильные, так сказать, компании также являются лидерами российской экономики. Это колоссальные, повторюсь, деньги. И даже в бытовом плане, наверное, если представители старшего поколения могут смело сказать, что на сегодняшний день мобильный телефон стал существенным элементом семейного бюджета. Элементом, к сожалению, в большей части расходов. Постоянно покупаются новые аппараты. У меня уже пятилетняя машина, уже как бы, так сказать, надо бы обновлять. Постоянно покупаются всевозможные примочки. Ну и трафик. Трафик, он тоже, так сказать, кушает, никуда не денешься. И это стало значимой статьей расхода в бюджете. Я эту лекцию, как уже вам сказал, читал уже, значит, в четырех. Это четвертая версия. Ну и каждый раз я чего-то обновляю. И прежде чем выходить на вашу аудиторию, я решил посмотреть, а что же произошло за вот те два года, что я не читал эти лекции. Что, так сказать, в мире, в свете нового, в этом поле. Ну, с одной стороны, я сильно огорчился, что на самом деле какой-то ясности, какого-то вменяемого, принятного продвижения в объяснении людям, что это такое, нет. Но, с другой стороны, появляется масса всевозможных спекуляций. И информация о мобильном телефоне, как правило, исходит из двух источников. Один источник – это, понятно, оплаченные мобильными системами, мобильными корпорациями данные. Понятно, что эти люди будут подбирать специфические данные. Я покажу вам, как это легко сделать. Которые покажут, что все нормально, ребята, болтайте, все как надо. Вторая категория, она тоже с большим интересом изучает и исследует возможные, так сказать, явления, последствия. Но я этим тоже не рад, а скорее огорчен. На рынке огромное количество сейчас выплескнулось компаний, фирм, фирмочек и людей. Вообще, повторюсь, именно даже и людей. Многие ходят и предлагают всевозможные устройства, которые защитят вас от вредного влияния мобильных телефонов, а заодно извечепечек, мониторов и всего остального. Вот. И эти люди, им можно доверять только в одном. Вот там, где они, говорят, приводят некоторые данные, они тоже подобны, как правило, уже не только тенденциозно, но под их задачу. Вот. Но то, что, так сказать, они приводят данные о достоверном влиянии магнитного поля мобильного телефона на человека – это правда. Неправда начинается с того места, где они рассказывают про свои игрушки. Но об этом я расскажу вам чуть позже. Они занимались серьезным образом анализом некоторых рыночных продуктов в этом направлении. И здесь есть вполне серьезные доказательства. Что еще нового я увидел в интернете, в СМИ по этому поводу за последние годы? Мобильный телефон представляют как оружие. Я к этому относился серьезно. Дело в том, что, чего бы ни делали ученые, в конечном итоге получается оружие. Есть такая неприятность особая, особая. Вот. И в качестве, так сказать, оружия, ну, как бы один вариант оружия, мне более-менее понятен. Это, кстати, вот тут я… Это несколько телеканалов РедТВ и ТВ3 давали. Сюжеты, кстати, они доступны в интернете. Они же выложены в свои, выкладывали свои архивы. Собственно, про них я узнал. Ну, позвонила мой коллега из Москвы и говорит, Вячеслав Федорович, четко по твоей лекции вроде ТВ, так сказать, передачи, да, прям вот даже эти… Последовательность изложения фактов там, прекрасно, замечательно. Но я РедТВ не очень доверяю, потому что они в то время, когда рассказывали серию передач на мобильный телефон, они… Это было в конце прошлого года, в декабре. Они в параллель вторую тему раскручивали, а в конце свет. То есть, ну, есть какие-то, так сказать, что-то жареное, вот они, так сказать, и крутят это дело. И вот эта идея оружия, ну, она мне понятна и очевидна с точки зрения оружия как управления толкой. Вы знаете, что вот эти все оранжевые революции в арабском, так сказать, в арабском мире были проведены серьезными при помощи средств телекоммуникаций, в том числе мобильных. То есть все эти толпы собираются, распределяются и так далее. То есть в этом плане, да, это действительно оружие. Как оружие можно его использовать с точки зрения влияния и на отдельных индивидов. И, собственно, вот один из телеканалов пытался представить информацию такую, что, вообще говоря, можно из внешнего мира сделать, так сказать, резкое увеличение мощности излучения этого устройства так, что оно поджарит вам мозги. А дальше вас, так сказать, найдут, подберут на скорую помощь и скажут, что вы, как бы это самое, от крови из деяний, подберут на сути или еще что-то. Причем таким образом можно убивать сразу много, поскольку нужно сразу всем все это послать. Вот. Я позволю себе усомниться, хотя, вы знаете, наверное, я некоторую проверку этой идеи я, наверное, запущу моим коллегам, моим соавцам, моим партнерам, я вам расскажу о них. Дело в том, что после чтения этих моих лекций одну из них я прочитал в летней физмат-школе в лагере Талалушкина. Это лагерь нашего института. Вот. И там же я нашел себе заинтересованных сторонников, которые говорят, а мы хотели бы сами проверить, посмотреть. Ну давайте посмотрим. Вот. Но началось с того, что я вынул из кармана телефон и положил его туда. Я говорю, вы знаете, как у меня лежит телефон? У меня всегда лежит вот так, а не так. Я говорю, а почему? Ну очень просто. Дело в том, что антенны расположены на вот тут. О, здесь антенны нет. И хотя вроде как длина волны, мы об этом чуть позже поговорим, все-таки достаточно большая, тем не менее есть некая направленность. Есть разница в излучении направленности с этой стороны или с этой. Это примерно 6 дБ в 4 раза. То есть четырехкратный запас вы всегда имеете, если повернете его правильно. Ребятишки говорят, а давайте проверим ее. А давайте проверим. И, собственно, после этого я отдал эту работу, так называемую нашу школу исследователей. Есть такая вот наша школа при инфаре. И ребятишки занимались исследованием этого мобильника со всех сторон. В том числе, кстати сказать, они этим мобильником поджаривали мясо. Ну не то, что мы поджаривали. Проверяли тепловой эффект на биологическую ткань. Они неполенимость притащили фунт мяса, в него засунули термодатчик, поставили телефон, мясо нагрелось. То есть вот эти все вещи, которые можно найти в теории, можно найти в интернете, они проверили своими пальчиками. Поэтому у меня довольно много данных того, чего, так сказать, ребятишки из школы исследователей просто-напросто намерили сами. Вот они увидели, да, ну я вам сказал 6 децибел, 6 децибел это приблизитель. Дело в том, что разные марки телефонов, они взяли только 5, поизучали, у них там по-разному это отличено. Но отличие достоверно имеется. Едем дальше. Так вот, закрывая эту страничку пронороже, как она закрывается, я намерен этим школьникам предложить очень простую и незатейливую вещь. Понятно, что я не обладаю вот этими секретными кодами, чтобы заставить телефон перепрыгнуть в режим максимальной мощности. Но легко можно его проверить при помощи того, а чего же можно отдать в максимум батарейки. Вот, взять просто-напросто ту батарейку, которая в мобильник есть, и посмотреть, какие максимальные токи. Дальше можно пересчитать мощность, определённый КПД, и понять, какую мощность потенциально это устройство может излучить. Понятно, что она не будет запредельной, понятно, что есть какие-то ограничения. Ну и дальше можно будет посчитать, поджарится у нас с вами мозги или нет. Почему-то не хочет он ехать на следующий с вами. Я уже давно... Так. Я боюсь, что он у меня... Таки... Я отрёкся. Я отрёкся. Я отрёкся. Он сделан над собой то самое, чему он хотел. Прогнал царя и не давал. Оп. Есть. Паша. 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 Ну а на самом деле в Школе Уинов и Следующих Физиков можно много чего изучать, но на самом деле можно изучать где угодно. И вот эти все отрасли и области... Вот я уже вам сказал про батарейку. Вообще, на мой взгляд, наобuldанный телефон... Я вообще-то имею образование по радиотехнике, я радист, и для меня вот это вот устройство, это просто шедевр, понимаете, это шедевр разработки радиоприемного, радиопередающего устройства, а, кстати, за одно и фото, здесь все есть. Поэтому, мне кажется, что здесь есть занятия для кого угодно, так же, как в экономике, которая занимается, сфера экономики, которая занимается развитием могли бы связи, во всех этих направлениях есть, так сказать, экологические ниши, так и этими фишками моими есть, и чего посмотреть всюду. Кстати, вот из всего этого набора картинка, как Вы думаете, какой из отраслей приведена? Экология, да, совершенно верно, кто-то сказал. Дело в том, что вот этот миллиардный тираж выпуска мобильных телефонов приводит к тому, что миллиардный тираж мусорных телефонов оказывается на помойке. Причем, кстати, интересные наблюдения и статистики. Вы знаете, где больше всего кончают свою жизнь мобильные телефоны? В отхожем месте. Они упадают в унитазы, там, в отхожие ямы, в том же лагере Толовушкина там вылавливали. А тут, вот, к сожалению, телефоны, так сказать, кончаются там. Но на самом деле, это, кроме шутки, это серьезная проблема. Эти миллиардные, так сказать, количества устройств, причем, весьма широкий спектр веществ и материалов используемых, в том числе и небезопасных. Те же батарейки, которые представляют собой шутки зрения количества запасенной энергии, они содержат в себе достаточно серьезные, агрессивные вещества, которые, в общем-то, когда вот такие огромные масштабы, они будут представляться в серьезную опасность. Поэтому и здесь тоже есть проблема. Ну, собственно, про террор и антитеррор я вам, наверное, говорил. Но, если говорить про антитеррор, то, наверное, стоит сказать, что мобильный телефон – это средство тотального контроля. И если террористы при помощи этого телефона там улегали, то, соответственно, спецслужбы сейчас по полной программе используют мобильные средства. Вы, наверное, так слегка видели, что откуда-то вдруг появляются записи переговоров всевозможных подозреваемых людей, их вытаскивают, причем при весьма высоком качестве. Значит, все можно прослушать, все можно записать, все можно найти. Так что, а наружу всегда найдется ищет и речь. Так, давайте попробуем опять, я перейду. Получается. Ну, с точки зрения меня, инженер радиотехника – это, в первую очередь, как я уже сказал, это приемник и это передача. Здесь пока представлена длина волны, да, 30 сантиметров. Ну, и я попытался, я вот каждый раз, когда беру этот слайд, я каждый раз чего-нибудь довешиваю новенькое. Это уже теперь будильник, и визор, и плеер, и переводчик. Ну, в общем, тут вы, наверное, больше меня можете назвать, кстати, я с удовольствием, меня можно перевивать, меня можно пополнять. Я с удовольствием впитываю предложения и соображения, которые мне слушатели добавляют, и потом их включаю в эту презентацию. Пару мест я вам расскажу, которые мне люди подсказали из зала, потому что, вы знаете, всего охватить невозможно, а сейчас фантазии у людей очень богатые и обширные. Но, говоря про средства тотального контроля, хотел обратить ваше внимание, что мало того, что люди, вот, говорят, выключают телефон, как-то раз по телевидению транслировали передачу от заседания правительства, и я увидел там объявление потрясающее, выйти батарейку. Дело в том, что эксперимент, который мы сейчас с вами ставим, он отчасти, отчасти показывает, что выключенный телефон на самом деле не выключен, если в нем есть батарейка. И по большому счету, так сказать, стандарт допускает то, что извне ваш телефон выключен, будет включен, и будет прослушивать, и будет транслировать вас, и все, что угодно. То есть, в принципе, такие возможности технические, они существуют. И поэтому у Владимира Владимировича Путина в общем кабинете, где он проводил заседание, носил плакат «Не выключите ваш мобильный телефон», а у Индии из него батарейку. Почему говорят еще гуманисты, а менее гуманные говорят «Сдайте ваш телефон у нас в пользу». Совершенно верно. Меде гуманные – это, например, в банковских структурах, потому что там тоже есть коммерческие тайны, и, например, в системе Свердбанка там просто служащих заставляют решедших, так сказать, туда сдавать телефон. Совершенно верно. Это все должны понимать, что если эта игрушка с вами, то все это может записываться, может транслироваться и может сохраняться. Причем это и не пугает. Сейчас есть еще один шиллер – флешка, на которую я принесу эту информацию. На этой флешке я могу унести всю библиотеку, то есть возможности записи информации сейчас таковы, что, вообще говоря, можно. Я, кстати, не поленился, посчитал, исходя из емкости моей флешки, исходя из параметров этой мобильной системы, какой мне нужен объем домика, в котором будет записываться вся информация о всех переговорах жития и зимы в течение 10 лет. Примерно 10 на 10 на 10 метров. Вот такой домик, в нем можно все писать. Дальше вы понимаете, что система прослушивания не та, которая была десятилетия назад. Не сидит барыш, она не слушает и не записывается все это на бобины и катушки, и кто-то вылавливает то, что сказал. Дальше поисковые системы позволят отсортировать и достать все, что угодно и когда угодно, по набору ключевых слов, по адресату, почему хотите. Поэтому и возникают вот эти, так сказать, информационные блоки, которые транслируют ведущие телеканалы, что опять вот тут поймали кто-то с кем-то говорил, какие-то переговоры там с Болотной площадью и тому подобное. Все это пишется, все это можно легко восстановить. Так что имейте это в виду. Ну так а собственно что за эксперимент вы увидите, в нужное время он проснется и нам все скажет. Ну здесь вот я как-то уж не стал перемежать текст картинками. Вот эти почти все функции тут вот как-то так вот изложены, какие тут есть. И некая эволюция мобильных телефонов за последние годы представлена. Они все улучшают, они все уменьшают. И я уже сейчас, когда пишу смски, очень часто не от того, что в мордышке старости слова глазами стало, а уже палец толстый, с лишнимый, у меня, так сказать, уже на несколько кнопок сразу нажимаются, поэтому зашивки не получается. Теперь немножко подробнее и чуть больше в деталях, что же представляет собой техника сотовой связи. Как я уже сказал, это электромагнитное излучение двухчастотное, 900 и 1700 МГц. Длина волны, соответственно, 14-27 сантиметров, это дециметровые волны. И вот то, что это дециметровые волны, вообще говоря, этот диапазон давно и прекрасно изучен, превосходно исследован. В том числе его вредные характеристики. Это всем прекрасно известно. Ну, что такое базовая станция, это тоже более непонятно. Это источник куда более мощный, чем мобильный телефон. И через него осуществляется снязь всех мобильников через электромагнитный сигнал в эфире. И эфир, благодаря наличию вот этого огромного количества телефонов, на самом деле серьезным образом засорен. В открытом пространстве в меньшей мере, в метро или еще где-нибудь в большей мере. Но уже сегодня мои партнеры, занимающиеся радиоастрономией, плачут стонно. Уже сегодня эфир до такой степени засорен, что в окрестностях больших городов вести радиоастрономические наблюдения. Невозможно. А наши партнеры в Финляндии, которые мы проводили частые ездили на телескоп, там за два километра, нет, за два, за километр, наверное, от телескопа стоит забор, на котором нарисован перечеркнутый мобильник. И когда мы подъезжаем к этому забору, прежде чем открыть ворота, профессор же делает, когда мы выключим мобильник. Он знает, что мы это знаем. Выставит в последнюю смс-ку домой, что все наехало. И после этого никто их не включает, потому что, ну, в общем-то, это совершенно ужасное дело. А это вот уже слайдик из презентации Василия Шампорова, который снискал славу и кучу премий на школьных всяких, так сказать, конкурсах, где он представлял результаты своих исследований в школе юных исследований. Ну, вот он здесь представил еще кое-какие данные и картинку по мобильнику. Я все-таки постараюсь немного поджать, не грузить аудиторию технически и детально, а перейти к тем самым безопасным нормам, которым нас учили. Ваш покорный слуга, придя, так сказать, с дипломом машинера радиотехника в Ульфан, первым делом нас не допускают до работы. Нас заставили изучить вот эти все вещи. А неизможен в этих документах, кстати, все желающие могут эту презентацию взять и получить доступ к этим документам, посмотреть, кстати, просим. Я думаю, со временем организаторы его выставят на сайт, так что даже можно отсюда не тащить на флешке, просто на просто с сайта ее скачать. Но экзамен, после чего мы начинали работу, был строгий. И из нас спрашивали, ну-ка, расскажите, какие плотности, мощности излучения допустимы на рабочем месте. И у меня с тех пор, еще с конца 70-х, это запомнило. Если менее 10 микроваттный квадратный сантиметр, то это как бы безвредно. 10,50 – это опасное рабочее место, где нам полагается молоко за вредность и надбавка зарплаты. Это хорошо. Если больше 50, то вы уже должны закрывать это рабочее место и как-то переформатировать его с тем, чтобы уровень излучения был меньше. Понятно, что не мощность здесь важна, а важна суммарная экспозиция. И тот экзаменатор, который давал нам, так сказать, вот эти вопросы, он подразумевал, что я 8 часов буду сидеть в зоне этого излучения. То есть важна экспозиция. Поэтому 8 часов при таких уровнях мощности и молоко у вас в кармане, ну и вы, соответственно, вы счеты получаете. Что это означает? В те годы, в 60-е годы, понимать лишним образом и на животных, и на людях, на больших массивах, поскольку этот диапазон, традиционный диапазон для локационных систем и подобных вещей, и людей не должны были отлучать. Поэтому все это было изучено. И эти нормы были, что называется, прописаны, ну уж если не кровь, то, по крайней мере, заболеваемость и так далее. То есть это было прекрасно известно. Что это значит? Что если уровень меньше 10, то статистически достоверно, на огромном массиве обследуемых, никакого влияния нет. Если от 10 до 50, уже статистически достоверно, у некоторых, не у всех, и не в каждый момент времени могут проявляться повышения заболеваемости, респираторные, там еще что-то. То есть достоверно появляется риск. Это не значит, что, так сказать, вы непременно заболеете. При годинности это явление уже вносило массовый характер. Вот что это означает. Не более того. Поэтому все здесь можно дальше попересчитывать. И когда появились мобильные системы, эти стандарты начали потихонечку смещаться. Ну, иначе все будет слишком заболевельно. Европейские стандарты тоже есть, и они тоже были скиданы. У них тоже была определенная динамика, но почему-то в другую сторону. Они сначала разрешали много больше, но сейчас они пришли в их такого рода уровня. Вы все эти стандарты можете посмотреть, те, кто желают, как бы сами проверить, что это такое. Поэтому, учитывая, что эта вещь на самом деле небезопасная, есть ряд соображений. Ну, во-первых, есть некая забота производителя мобильных телефонов, а вас грешно. И ваш телефон, когда вы просто слушаете телефон, а не разговариваете, на самом деле практически не является передатчиком, и значит не включает. Поэтому, если вы беседуете с болтливым собеседником, то это в основном его проблемы будет. То есть вы-то держите приемник, и этот приемник периодически посылает служебный сигнал на базу, ну, с тем, чтобы поддержать контакт. А вот болтун, он, так сказать, себя облучает, потому что болтая, он, естественно, все это перекачивает в передатчик, а передатчик, он и есть вредная штука. Что тут вот можно порекомендовать? СМС-ка. В режиме СМС-ки телефон, во-первых, он немножко подальше от нас, это уже хорошо. А во-вторых, пока вы ее набираете, он ничего не отличает, это просто пишущая машинка. Вот когда вы отправляете, в этот момент есть импульс, и вы можете в это время отодвинуть подальше от себя. Ну, еще одна вещь, насчет подальше-поближе. В силу особенностей нашего трехмерного пространства, R-квадрат у нас с вами заложен априори, из-за того, что, как бы, так сказать, излучение слабевает антенна, вообще говоря, не сильно направленная во все стороны излучения. Плюс еще дополнительно, все-таки, не такое уж это длинноволновое излучение, оно поглощается атмосферой. Ну, поглощение там экспонента, но в этом месте можно аппоксидировать линии. Значит, фактически, так сказать, вредное влияние и ваша экспозиция пропорциональны примерно третьей степени расстояния. То есть вы можете в копростояние уменьшить, если это отодвинет от себя подальше. Не надо очень близко к власти, когда вы спать ложитесь, не кладите эту на тумбочку прикроватную. Положите на стол, и расстояние будет работать на вас. Ага, он опять хочет то же самое сделать. Еще нюанс. Ну, вот про сигнал апдейта я вам уже сказал, то есть он периодически, так сказать, делает апдейт. Если телефон лежит спокойно и не меняет свое местоположение, и если электромагнитная обстановка, там, троллейбус не подъехал между вами и базовой станцией, то он обмена не осуществляет и, соответственно, безвреден. Но самое страшное, это когда вы перемещаетесь, и обстановка меняется. Наверное, многие замечали, что если вы забыли выключить телефон, едучи в Москву в поезде, то батарейка за ночь почти в хлам усаживается. Причина в том, что там появляются мертвые зоны. Он мгновенно перескакивает в режим повышенной мощности. Это к тому, что можно перескакивать в режим повышенной мощности. Можно. И вот этот стандарт он предусмотрен. То есть, когда все нормально и базовые станции близко, он излучает всего 0,6 ватра мощность. Как только базовые станции далеко, он автоматически перепрыгивает в 1,2. Насколько он больше, можно. Я не располагаю там. Потому что детальный описание этого стандарта, естественно, есть коммерческая тайна. Я вот так просто не возьму. И поэтому, когда вы едете в поезде, ездите в автомобиле, постарайтесь его от себя держать подальше. Теперь по поводу вызова. На эту тему я тоже начал, так сказать, прикидывать и рассуждать. После того, как мне рассказали об одном интересном исследовании, но вполне серьезной, то ли студенческой, то ли аспирантской конференции, девушки представляли результаты изучения влияния мобильного телефона на крыс, которым они звонили каждый час по мобильному телефону. Ну, просто как бы не сидели они рядом с ними, а просто каждый час к ним, так сказать, названивали. Это некорректный был опыт, коллеги. Потому что во время звонка вызова электромагнитное воздействие, оно минимальное. Крысы не брали телефон почему-то. Но зато звонок, будильник, фактически, бедных крыс мучил каждый час, и, соответственно, у них портится аппетит и все остальное. Поэтому не все так просто. Теперь, вот про отключенное питание и про всякие примочки я вам уже отчасти сказал. Хотя, одно еще скажу, если у нас немножко времени, про то, чем мы занимались совместно с Сергеем Владимировичем Голубевым, замдиректора ИПФАНа и с нынешним ректором, тогда он не был ректором Медакадемии Шахаром, мне принесли вот такой пакет и говорят, вот, смотрите, бизнес-план. Как переориентировать нижегородскую силиконовую талину на выпуск востребованной продукции. Я поглядел, а там, так сказать, вот устройства рекламированы, которые защищают всех от всего. Я говорю, ну это же чушь собачь. Что вы, Сергей Владимирович, давайте выбросим эту палку. Нет, бизнес-план нельзя, надо, так сказать, рецензию сделать. И я зарядил целую кучу людей, сам копался, медиков привлек. И мы начали разбирать, что же это за бизнес-план. Отбить не удалось только две позиции. Не удалось отбить экономику, экономика там катила. Дело в том, что это устройство представляет собой печатную плату, на которой ничего нет, никаких новостных элементов, ни батареек, ничего, но с какой-то хитрой топологией. В производстве оно стоит 5 центов, в продаже они планируют 5 долларов. Ну, понятно. А дураков в развитии много. И поэтому, так сказать, эта игрушка наклеивается на телефон, и дальше все в порядке, в полном. Вот. Не удалось до конца убить и медицинский аспект. Дело в том, что все знают о эффектах плацебо. Если вы уверовали в том, что эта штука защитит вас от вашего телефона, то, наверное, так оно и будет. В 20% случаев. Это хороший факт. Все остальное было чушь. Фраза. Академик такой-то, так сказать, доказал, и мы пишем ответ. Ни в одном списке государственных академий такого академика нет. Защищено патентами такими-то, мы прокопали, пишем. Этот патент не поддерживается, этого патента нет. Вообще этот патент не на ту тему. Вот. Ну и так далее. По всем пунктам пришлось бить, так сказать, этих ребят. В конечном итоге, слава богу, наша Сеньгоновая долина, Гнипини, Иис, Гнир, там у нас много всего. Они остались при своих интересах и делают ту продукцию, которая действительно нужна. Но у нас нет теперь этих средств защиты. Хотя наш ТОС много других, так сказать, жуликов, которые все равно выходят на рынок и предлагают. Так что здесь все в порядке. Кстати, я вам сказал про стандарт GSM. Это как бы то, что у нас в ряде стран. А в Японии в других местах стандарт немножко иной. Там могут быть цифры немножко другие. Но в принципе это не драматически. Это примерно то же самое. А вот, кстати, предпоследний тезис. Это как раз один из слушателей мне сказал. Этот слушатель частенько сидел здесь неподалеку, в квартире. Это кафешка в подвале. И там мобильник плохо брал. И он нашел, как, так сказать, пользоваться мобильником там. Он клал его на подоконник и включал переоритетацию на местный стационар. Очень советую, господа, если вы имеете мобильник и хотите как-то, так сказать, немножко от него разгрузиться и находитесь у себя в офисе или дома, включите функцию переоритетации на ваш домашний телефон и будете беседовать без всякого экстремагнитного поля, а нормальным функциям с вашим аппаратом. Несколько слов о гарнитуре. Если гарнитура проводная, то да, конечно, экстремагнитного поля не будет. Беспроводная. Но это немножко другое дело. И Bluetooth, и Wi-Fi широко известны. Это по сути дела то же самое. Частота только 2,5 ГГц. Мощности несколько поменьше. Причем существует сейчас на рынке 3 класса устройств Bluetooth. Первый, второй, третий. Они отличаются по мощности. Не гонитесь за первым классом. Там диапазон 10-100 метров. Но это же цена вопроса за счет мощности. И чем это плохо? Вот если я вам все эти тонкости рассказал, что когда вы говорите, он передает. Когда вы не говорите, а слушайте, он не работает. Для Bluetooth не работает. Это дуплекс, это два приема-передатчика. Один у вас на аппарате, а один, так сказать, на ухе. И работают они 100% времени. Поэтому то, что мощность у них маленькая, полностью искупается периодом экспозиции. У вас он долго будет мучить. И, кстати, сейчас довольно часто многие люди начинают кузыриться и шуметь, когда у них соседи разрешивают Wi-Fi в доме, и этот Wi-Fi лезет везде. Строго говоря, здесь тоже можно померить, посмотреть, пересчитать и оценить, насколько это полезно. Не отказывается от правотов, там где-то можно. Ну, там где-то совсем удобно. Пусть будут. Ну, здесь еще несколько картинок, иллюстрирующих, как устроена эта система. Это картинка, как мои молодые люди, мои помощники из Штолы и Слепы поизучали систему базовой станции, стоящей прямо на инфаре. Мои коллеги-партнеры, занимающиеся малошумящей аппаратурой, Лев Иванович Федосеев, в частности, все время уголоснов хорчал, что приходится хорошие уфилители, хорошие приемники включать в 3 часа ночи, когда все спят, потому что противный звучит, так сказать, он видит эти все сигналы. Лев Иванович как раз на седьмом этаже наверху работал. Известно, что по нормам, уже просто как-то, так сказать, производителей, запрещено подходить к базовым станциям ближе, чем на 5 метров. Ну, видите, ее поставили на шахту листную, все-таки не на помещение, где люди живут. Но ребятки померяли и обнаружили, что на самом деле примерно 8 метров по уровню излучения. Они просто походили с измерительным приемником и поняли, что, так сказать, с уровнями излучения. Так что, если у вас над домом стоит эта игрушка, советую посмотреть, померить, и может быть, даже немножко полугаться, особенно если вы шельцы в верхнем этаже. 46 метров, это очень как-то. Это они на расстоянии 46 метров измеряли эту самую диаграмму. Ну, теперь картинка ближе к тому мясу, о котором я вам говорил. Вот это вот известная картинка, которую вы можете найти в интернете, тепловое воздействие. И это тепловое воздействие очевидно, и при долгом разговоре получить 1-1,5 градуса перегрева – это легко. Вы все прекрасно знаете, что нормальная температура организма – это 36 с хвостиком. Если вы 1,5 градуса добавите, вы вообще получаете болезненное состояние. Это абсолютно так, и это, как сказать, доказывать не нужно. Также доказано, что по какому-то странному стечению обстоятельств вот те три места, куда обычно переставляют номинный телефон, они-то как раз, эти системы, и подвержены влиянию этого телефона. То есть сердечно-сосудистая, и вот кладем его сюда, да. А когда разговариваем, нервная система, ну и моча половая, вот этот карман тоже тут рядом. Поэтому мне один из слушателей подсказал, наверное, правильнее было бы носить где-нибудь, ну здесь какой-то самый пистолет, ну, ковгоев. Наверное, за это безопасно. А еще один из моих партнеров сказал, а я всегда кладу в правый карман. Вот сердце, говорит, у меня с другой стороны. Так что вот есть вот такие вот мелкие тонкости, и это очевидно, ну как бы уже доказано. Поэтому эти доказательства, ну вот это опять же картинка из изысканий моих молодых партнеров. Дело в том, что не только тепловой эффект, а есть влияние на известные биологические ритмы, и это тоже... Оп, опять, да? Это что, я не знаю, здесь весело. Сейчас я попрошу перезагрузить сейчас, оно перестанет приставать. Так что все эти ритмы, ритмы, тоже, как бы-то сказать, скоординированы. Я за это не отвечаю. Я, как бы, так сказать, здесь не специалист, но то, что, вообще говоря, нервная система, это набор проводов, так уж, если по-нашему, по-радиотехнически, и этот набор проводов, очевидно, после воздействия электромагнитного сигнала может уступать, как некий, так сказать, приемный контент, после которого начнутся течь токи, а частоты там есть всякие, мы можем получить все, что угодно, и любые сбои функционирования вашей системы. Поэтому вот здесь приведен целый набор того, чему удалось за эти годы накачать, против мобильного телефона. Вот, что да, и тут, и здесь, ну, как бы, вот эти влияния, они достаточно доказаны, но это не легко наведете. Правда, к сожалению, большинство, большинство, так сказать, людей, занимающихся доказательствами вот этих явлений, они все как раз пропагандируют средства защиты, либо их. Но что я должен все-таки на эту тему сказать? Это не безусловно и не обязательное. Есть и целая куча фактов, подтверждающих, это как раз в основном факты, которые собраны людьми проплаченными со стороны, так сказать, мобильных уже людей, целый набор, так сказать, статей, публикаций, что на самом деле ничего надежно доказано, что эта онкология развилась в силу воздействия мобильного телефона, нет. Ну, строго говоря, те же онкологи утверждают, что развитие ракового опухоли – это десятилетие. Пока еще никто десятилетий у себя не облучал, поэтому никто не знает, насколько это обязательное и насколько это вредно. Поэтому вот одну из недавних, из свежих картинок я привел в свою презентацию. Дело в том, что вот все эти цифры, данные, которые я вам привел, они некие статистические средние. Понятно, что степень влияния, степень воздействия на вас электромагнитного излучения зависит и от индивидуума. Вам сильнее, вам меньше, вам больше. Причем это как бы даже и не для электромагнитного излучения. Когда мы приобрели первый цифровой тестер в нашу лабораторию, мы просто померили свое собственное сопротивление. У нас в то время жаловался один из исследователей, Миша Апаев, что его 36-вольтовый паяльник бьет постоянно, он не может паять. А второй исследователь, Александр Михайлович Танюх, он все время проверял свои высоковольтные источники, киловольтные пальцы. Вот здесь есть, здесь есть, здесь нет. Когда мы их померили тестером, оказалось, что у Александра Михайловича сопротивление просто, постоянного тока, на два порядка больше, чем у господина Апаева. Так что, ну, вот видите, все что угодно может быть. Это индивидуальная особенность. Но даже у каждого индивида может быть совершенно разным статусом. Сегодня или завтра. Сегодня у вас ребенок получил двойку, начальник дал нам нагоняй. И для того, чтобы вам сорваться в какое-то болезненное состояние, нужен совсем маленький импульс. А у меня сегодня превосходное настроение, у меня все замечательные, премию дали. Так можно болтать по телефону с капиталом. Так что здесь есть особенности. И поэтому вот эту картинку я вам сразу приложу. Ну, вроде как везучий японец, а тем не менее он скончался. Пять лет назад он был сам везучий японец. Вот. Он, это бизнесмен известный, он поехал по делам бизнеса в Хиросиму 6 августа, надеюсь, вы знаете, что там было, да? Хотя, вы знаете, тут по телевизору как-то показывали конкурс красоты и одна красавица полуяпонская русская ее спросили, а в Хиросиме в Нагасаке? Нет, что-то слышал, не знаю. Вот. Ну, в общем, понятно. Он попал под атомную бомбу, получил ожоги, получил травму, в общем, совсем все было худо и поехал домой лечиться. 9 августа он добрался к себе домой в Нагасаке. Вы знаете, что было 9 августа в Нагасаке вторая атомная бомба, он опять под нее попал, везучий в том смысле, что каждому японцу, пострадавшему от атомной бомбардировки американской, платили пособие, ему платили два. Вот. И вывод, знаете, какой? Раз он помер всего в 2008 году возле 93-х лет, так может быть атомная бомба полезна? Ну, все индивидуально, дорогие друзья. Все-таки 200 тысяч человек, они погибли, тем не менее, тогда же. Поэтому все может быть очень по-разному. Вагонин, вещь очень тонкая. Но тем не менее, рекомендации Еврокомиссии опубликованы официально, они в основном повторяют те тезис, которые я вам изложил, ничего особого я вам здесь не могу вводить. О! Коллеги, выключен мобильный телефон, отсчитал положенное время и предупреждает меня, что у меня осталось всего 5 минут, и мне надо закатить. Так что выгрузил телефон, вот, работает. Едем дальше. мы это выключили. Хотя там, где надо, все уже записано, и меня призовут, скажут, ну что ж вы все запросили. Ну что же делать? Так оно и есть. Но здесь есть некий набор фактов, это из старой презентации. Знаете, что уже больше трех миллиардов телефонов, знаем, дело в том, что уже сейчас в России больше обморит телефонов на душу. Хотя есть ряд стран, где варьный телефон запрещен тотально. В школах в США их не допускают. В Великобритании прогоняют экзамен, даже при наличии, неважно пользоваться или нет. Вот. Но то, что за рулем, так сказать, запрещено, вообще в местах запрещено, я думаю, что в ближайшее время культура дойдет до этого, и мы будем пользоваться этим всем достаточно ограниченно. и так все-таки мне хотелось бы перейти к некоторым другим. Запугал, нет? Не запугал. Но дело в том, что бороться с мобильным телефоном наверное было бы глупо. Мобильный телефон это реальность нынешней жизни, это необходимая вещь. И когда я размышлял над тем, какие выводы написать, я вспомнил про другой мобиль, автомобиль. Если мобильный телефон 20 лет назад ворвался в нашу жизнь, автомобиль ворвался 100 лет назад, он, так сказать, давил курицу, людей и все такое. И до сих пор, кстати сказать, автомобиль у нас только в России 30 тысяч покойников только в год. Это страшное дело. Что нужно? Ну, я уже дальше по аналогии все более-менее понятно. Мы не откажемся от автомобиля, хоть 30 тысяч покойников каждый год на дороге кладем. Но мы будем заниматься этим делом. И при нынешних средствах технических на самом деле нет только политической воли с тем, чтобы вести тотальный контроль так же, как на Западе допустим, над форами. То есть понятно, что заснувшие фуры это ужас. Поэтому в Европе фура не может, в принципе, не может ехать больше 8 часов, если она с одним водителем и больше 16, если она с двумя. Понимаете? Ну и так далее. То есть в принципе за всеми автомобилями уже сейчас можно установить тотальный контроль и не будет никаких нарушений. Дальше есть технические ограничения, есть подушки, есть еще что-то, средства безопасности. Поэтому с мобильным телефоном примерно та же картина. Будет повышаться культура, будут применяться технические меры воздействия. И мы с вами не должны быть бураками, мы должны тоже, как-то сказать, думать о том, что это такое и идти, может быть, немножко впереди того, как наши законодатели предпримут реальные меры, чтобы обезопасить свое народное отселение от этого. Причем вот в тех европейских рекомендациях, ну и собственно в наших тоже одна из ключевых вещей это все-таки берегите детей. У детей и жировой слой потоньше, жир, кстати, неплохо защищает, и кость потоньше, кость тоже, в общем-то, способствует, да? И опять же дети, они очень неуемные, их надо останавливать. Некоторые родители с радостью приобретают им безлимитный тариф. Ну, друзья мои, это вот как раз есть наибольшая опасность. И здесь надо, ну, детей, к сожалению, здесь немного, но я думаю, что доведут до них. Что еще, достойки, чили не могут забыть? Ну, вот я для себя, например, серьезную перспективу смотрел. Может быть, слышали не так давно, говорили, что вот мобильные, так сказать, системы сломали лед и начали продвигаться в более высокий частотный диапазон. Понятно, что насыщение вот этого диапазона в районе 2 ГГц уже таково, что когда под Новый Год мы начинаем продвигаться круга, сеть валится, емкости не хватает. Просто у всех связь, мы стараемся заранее, так сказать, это сделать. Что можно сделать, чтобы расширить эту емкость? Поднять частоту, тогда будет убираться больше канала. и этот подъем частоты на мой взгляд должен идти в те самые террогерцовые волны. Я сначала как-то не очень верил, я знаю, что террогерцовые волны вот это третье компонент поглощения гораздо хуже, чем дециметровые, но тем не менее уже сейчас всерьез изучают, смотрят и в общем доказывают, что вполне серьезные емкости телеконимационных каналов в этом диапазоне возможно. Но чем хорош этот кратковолновый диапазон? Если эти длинные волны дециметровые, сантиметровые, они проникают достаточно глубоко, то для миллиметровых, тем более субмиллиметровых, лишь поверхностная часть организма. Следовательно, внутренние органы будут не под воздействием. Так что двухзайцев будут убивать и емкость канала будет увеличиваться, и безопасность будет повышаться. Ну и еще одно дело, которым я тоже занимаюсь на сегодняшний день, помимо этих террогерц, я занимаюсь малыш-умящим приемником. Тоже более-менее очевидно. Если вы сделаете малыш-умящий приемник, то вам не надо будет разгонять мощность, чтобы договерчаться до этого приемника. Мощность может будет уменьшена. Так что вот такого рода технические решения, они очевидным образом имеются. и вывод это опять же из картины моих помощников не болтаю телефон, болтом находка для шпилана. Ну и благодарность, спасибо вам всем за внимание, если нужна какая-то информация, лучше пишите мне емейл, а не звоните по мобильнику. Ну и благодарность во-первых вот этой команде школы юных исследователей, которые вместе со мной это дело все проверяли, ну а также моей жене, доценту кафедры бюро-медицины за полезные советы по части биологии и разъяснение, что живой организм не просто совокупность механических электрических систем и аттракторов, в том числе странных, но в целом товарищ, он подчиняется основным законам физики, поэтому деваться не надо, он так сказать работает. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ